всем привет дорогие друзья таняш я сегодня за кадром решил сегодня такой мини обзорчик вам запилить достаточно давно на моем канале уже поднималась неоднократно тема относительно наушников это мои наушники которые я использую в повседневной жизни и на своих стримах наушники купленные два года назад на aliexpress ausdome m06 офигенные наушники с ними все отлично они классно работают работают по bluetooth абсолютно спокойно вяжется как с компьютером так и с телефоном вопросов к ним нет абсолютно никаких но для тех кто постоянно присутствует на моих стримах знают о том что последнее время я выбирал себе наушники для того чтобы убрать микрофон из кадра который лично мне мешает именно поэтому были приобретены мной наушники но не эти а вот эти да изначально мы поговорим именно об упаковке а потом уже перейдем к наушникам короче по упаковке в принципе вроде бы все неплохо да то есть вот такой вот бокс который погружается коробка этот бокс запечатывается и упаковывается в пластиковый пакет непосредственно непосредственно продавцом но к сожалению эта упаковка не сработала сейчас покажу почему наушники которые приехали просто посмотрите на это на коробке просто нет ни одного живого места она вся помятая вся пожеваная с наушниками внутри все окей я упаковку вскрывал сама по себе коробка кстати упакована еще в целлофан но я этот целлофан убрал для того чтобы просто посмотреть все ли там в коробке в порядке собственно эти наушники я выбирал достаточно давно еще около года назад но у меня все не было возможности их купить то работа то я вообще в другом городе и не было смысла их приобретать сейчас все-таки точка кипения достигла своего пика и соответственно наушники все-таки захотелось поменять во первых захотелось избавиться от bluetooth потому что как-никак все равно какая-то задержка есть это во первых во вторых хочу убрать микрофон из кадра как я уже говорил на 10 наушники мне помогут как вы успели понять и как вы успели увидеть непосредственно на лицевой стороне изображены те наушники которые находятся в комплекте кстати это наушники со миг g936 н есть две версии g936 н и g936 без аббревиатуры n при этом на алиэкспрессе на них цена очень сильно разнится их можно купить от 2 900 до 6 с половиной тысяч рублей в чем прикол разницы цены я честно говоря не понимаю типа или копия или оригинал конкретно вот эти наушники купил за 3200 рублей и относительно их оригинальности вот здесь на обратной стороне вот здесь внизу есть scratch код который можно стереть и проверить эти наушники на оригинальность в чем разница 936 и 936 н 936 наушники это устаревшая версия этих же самых наушников они визуально и технически ничем не отличаются за исключением одной вещи для наушников g936 нужно устанавливать драйвера для наушников g936 n идет предустановленный давать драйвера звуковой карты которая находится внутри этой коробки и на обратной стороне у нас есть вот такая вот короткая информация по спецификации этих наушников соответственно здесь можно получить некоторую информацию но относительно каких-то технических данных которые указаны на коробке нам все-таки не интересно интересно что внутри давай открывать упаковка как я и говорил не особо картон очень тонкий прям вообще прям прям вот реально бумага в комплекте по большому счету не все так хорошо могло быть лучше но все равно отдельного респекта заслуживают в коробке у нас непосредственно с вами есть даже бумажки ребята и даже пакетик с силикогелем которые не забыли положить чтобы ваши наушники пока они едут хранятся чтобы они ну не отсырели и с электроникой этих наушников ничего не произошло это прям приятный бонус но нам это не нужно гарантийный талон на китайском в россии гарантийный талон на китайском не знаю кому понадобится мне точно нет коробку мусор скорее всего и инструкция по подключению наушников я не знаю я думаю все справятся с этой ситуации и с этой может быть для кого-то сложностью инструкция на английском на китайском языке плюс всякие предупреждения что с этим нельзя делать краткая опять же спецификация относительно того какими характеристиками обладают эти наушники нам это не интересно опять же нам интересны вот они сами наушники давай я их вытащу и у нас в обратной стороне то есть видите здесь ну понятное дело да с обратной стороны есть вот такая ниша и пластиковая часть тоже уберу у нас еще есть комплект во первых у нас есть та самая звуковая карта с возможностью подключения непосредственно по юсби наушники кстати как вы успели заметить они лежат отдельно плюс есть вот такой пультик управление непосредственно этой гарнитурой можно управлять во первых громкости этих наушников непосредственно звуком который эти наушники передают во вторых чувствительности микрофона левая сторона звук правая сторона наушники Также есть центральная клавиша Mode. Она, кстати, подсвечена и имеет три режима подсветки. Заюзаю свой Powerbank. Первый режим. Режима три. Синий, зеленый и красный. На официальном сайте указано, что синий режим это PUBG, зеленый режим это League of Legends и красный режим это типа, по-моему, музыкальный режим. На Алиэкспрессе информация отличается и на Алике спецификация следующая. Синий режим это у нас музыкальный режим, зеленый режим это PUBG, красный режим либо League of Legends. Какой из них какой, разбираться на самом деле будет исключительно каждый. Скорее всего это просто какие-то предустановки встроенного в звуковую карту эквалайзера. С левой стороны, с торца есть вот такой вот небольшой рычажок переключения режима работы микрофон. Точнее, работает, не работает. Убираем в сторону. Тоже пока что. Мы еще позже к этому вернемся. Также в комплекте у нас есть вот такая вот штука. Это у нас ветрозащита для микрофона. Вторая, потому что первая у нас идет непосредственно на наушниках. И вот это на самом деле очень приятный бонус, потому что я с этими наушниками работал и ветрозащита на них очень часто теряется. Почему я с ними работал? Потому что в Сочи на автодроме примерно такие же наушники по конфигурации. И очень часто вот этой ветрозащиты нет. И то, что она есть в комплекте, это реально гуд. Все по комплектации, все. У нас остались наушники. Кстати, относительно наушников, здесь 3,5 мм разъем. Вы можете подключать эти наушники непосредственно к своему телефону, либо к компьютеру, как вам угодно, без использования вот этой звуковой карты, опять же, которая идет в комплекте. Сама по себе, кстати, звуковая карта также имеет разъем 3,5 мм. Сюда можно подключить, насколько я понимаю, абсолютно любые наушники. И это на самом деле круто, потому что если с самими наушниками что-то произойдет, непосредственно вот в этот слот и в эту звуковую карту вы сможете подключить любые наушники. Тем самым получите возможность использовать, допустим, свои любимые наушники. А эта звуковая карта позволяет имитировать, скажем так, Surround 7.1, который позволяет слышать шаги вашего врага гораздо лучше. Однако для меня это не важно. Мне более важно слышать, с какой стороны находится автомобиль соперника, нежели шаги моего противника. Так как эти наушники можно подключить по 3,5 мм разъему, соответственно, их можно подключить куда угодно. И это, опять же, хорошо. Как они звучат, что у них с микрофоном, что с звуком, я пока не знаю. Давайте закончим с внешним видом. Так как у нас звуковая карта и наушники идут отдельными блоками, естественно, все это дело соединяется проводами. Провода здесь, кстати, неплохие. Они достаточно мягкие, достаточно эластичные. Есть вот такой сердечник, который, собственно, защитит вас от каких-то наводок и помех на звуковую карту. Это прям очень хороший бонус от производителя. Реально очень круто. Сам провод в оплетке тканевой, очень приятный на ощупь. Насколько она быстро превратится в что-то хорошее или нет, покажет время. Ничего пока сказать по этому поводу не могу. Ну и давайте переходить непосредственно к самим наушникам, сколько уж можно тянуть. Сами по себе наушники в целом выглядят следующим образом. Микрофончик здесь поворотный, но, к сожалению, не отсоединяемый. И это уже лично для меня минус. Было бы прикольно, на самом деле, на микрофон отключать, когда он тебе не нужен. Но просто-напросто, когда он тебе не нужен, оба, и все. Никому он не мешает, все классно. По материалам. Верхняя часть. На самом деле, черт знает, что это за материал. Это точно не кожа. Это точно не кожезам. Это реально какой-то дешевый материал. Скорее всего, со временем он начнет облазить. Не очень бы этого хотелось, но если так произойдет, то можно будет перешить. Сам по себе он достаточно мягкий. По посадке на голове, я посидел в этих наушниках некоторое время, никакого дискомфорта оголовье у меня не вызвало. Сами чашки наушников пластиковые. Душка непосредственно микрофона, она гнется как угодно. Плюс ко всему, она имеет достаточно широкий диапазон поворота. То есть, как вы можете понять, их можно подстроить абсолютно под любого человека и так, как вам будет удобно. Шарниры, непосредственно соединяющие оголовье и чашки наушников. Выполнены через вот такую вот клипсу. И вот это вот плохо. Потому что, если эта клипса сломается, то хорошо точно никому не будет. Что с ней потом делать, непонятно. Есть ли они отдельно в продаже у каких-то других брендов, производителей, тоже не знаю. Само по себе оголовье регулируется. Причем регулируется в достаточно большом диапазоне. То есть, наушники становятся прям такие массивные. Если у вас большая голова, то они у вас на голове абсолютно спокойно поместятся. Запаса провода, который подключается в это дело, также, естественно, хватает. Амбушюры имеют вот такие маркировки, лево-право. Соответственно, вы не перепутаете сторону, не ошибетесь. Ну и, собственно, микрофон с одной стороны. Это тоже как дополнительный индикатор. Амбушюры, сами по себе, из ткани. Достаточно приятные на ощупь, мягкие. При этом, для тех, у кого небольшого размера уши, эти наушники полностью будут покрывать целиком ваши уши. Соответственно, амбушюры не будут вам давить. И уши у вас не будут уставать от давления амбушюр. Однако, что хочу сказать. Как раз-таки вот эта часть, которая позволяет одеть эти наушники на голову и прижимает их, она достаточно жесткая, как вы видите. То есть, они достаточно эластичные. Она достаточно жесткая и достаточно серьезная. Ну, в моем случае. Мне немножко некомфортно. Немного давят на голову. Появляется какой-то некоторый дискомфорт. Но со временем, возможно, это дело немножко подрастянется. Станет получше. И, соответственно, они перестанут так сильно, ну, относительно сильно давить на голову и доставлять какой-то дискомфорт. Все это дело покажет время. Относительно звука, относительно шумоподавления, относительно того, какой микрофон, я пока сказать вообще ничего не могу, потому что я исключительно в них посидел для того, чтобы понять их эргономику и хотя бы что-то рассказать. Ну, а непосредственно для того, чтобы поделиться с вами какими-то эмоциями, должно пройти маленькое количество времени. Сейчас я перемещаюсь за компьютер. Некоторое время посижу в этих наушниках и постараюсь в течение сегодняшнего вечера, а сейчас у нас с вами почти 9 часов, я постараюсь дозаписать этот обзор. И, соответственно, сделать все, ну, скажем так, одним днем, одним дублем. Погнали за комп. Итак, друзья, давайте начнем. Как вы видите, я сижу уже в наушниках и, собственно говоря, хочу с вами уже поделиться информацией и своими впечатлениями в целом. Во-первых, вот эта штука, которая находится у меня в руках и зовется звуковой картой, многие, наверное, подумали, сейчас скажут, что плохо. Нет. Реально все классно, все удобно. Настройка микрофона, чувствительности микрофона под рукой прям это вообще очень удобно. Настройка уровня громкости, она также, как вы видите, изменяет параметры непосредственно громкости в Windows, но исключительно относительно наушников. В ОБС и у зрителя это никоим образом не страдает, то есть я могу у себя громкость подстроить. Удобно. Микрофон выключить? Ну, понятно, можно выключить. Относительно режима mode, который здесь есть, про который я говорил, синенький, зеленый, красный, я остановился на синим. Посидев, послушав музыку, причем разные жанры. Это и саундтреки из Black Mesa, которые я не так давно проходил. Это и саундтреки из каких-то фильмов, и мои любимые композиции, которые мне нравятся слушать, и которые я знаю, как звучат на наушниках, которые у меня были до этого. И скажу, что эти наушники достаточно неплохо подходят под прослушивание музыки. Но, исключительно в синем режиме настройки. Возможно, в играх, в шутанах придется использовать другие, но для музыки идеально синие. Почему? При выборе синего режима работы эквалайзера на этих наушниках, у вас нет провала по средним частотам, у вас нет слишком высоких басов, и у вас не задираются высокие частоты. На зеленом уровне у вас поднимаются басы, очень сильно задираются высокие частоты, при этом занижается середина. В красном режиме добавляется середина, но бас становится еще более насыщенным, в то время как высокие частоты, наоборот, кажутся немножко по приглушению. В синем режиме просто все работает ровно, стабильно и классно. Мне звук нравится, причем как при прослушивании музыки, так и при каких-то игровых сценах. Я побегал в PUBG Lite, мне понравилось как работает Surround. То есть по звуку реально понятно, где находится противник. В своих предыдущих наушниках не было такой возможности, потому что хоть там и были стерео наушники, они не давали вот этого какого-то сурраунда и понимания того, что происходит именно вокруг тебя. Относительно качества звука микрофона. Все это время вы слушаете меня через микрофон, который находится непосредственно на этих наушниках. Чтобы вы в этом убедились. Простите, минус уши, возможно было больно, но это реально этот микрофон. Я сейчас говорю через него. Если у меня есть второй микрофон, который вы видите в кадре, который я хочу убрать, послушайте. Ничего не происходит. Возможно этот микрофон пишет какой-то шорох, но этот микрофон не работает. Работает именно микрофон, который на гарнитуре. Относительно микрофона. По качеству звука, безусловно, судить вам. Никаких фильтров, никаких обработок я применять не буду. И даже в нынешний момент вы, собственно говоря, можете убедиться в том, что эквалайзер, voice meter, который я использую для настройки вот этого микрофона, использовал. Я сбросил настройки. Здесь все отключено. Эквалайзер в стоке, никаких завышений частот, ничего нет. Компрессор и гейт также отключены. Всякие фильтры, модуляции 3D, все отключено. То же самое касается OBS. Для того, чтобы не оставалось никаких вопросов, пожалуйста, все фильтры отключены. У этого микрофона есть минусы, сразу говорю. Я уже с этими минусами столкнулся и обязан об этом сказать, чтобы вы просто были в курсе. У этого микрофона есть два минуса. Первый минус. Сам по себе микрофон без фильтров, он немножко шумит. Вот самую-самую малость. Возможно, если я сейчас попробую помолчать, вы это сможете услышать. И на этот участок я специально подниму немножко уровень громкости, если шумы есть. Если шумов нет, я обрабатывать ничего не буду. Слушаем. Собственно, по спектрометру немножко видно, что да, есть некоторые шумы. Они не в каких-то вменяемых диапазонах. Но все это лечится банальными фильтрами, которые есть как в Войсметре, так есть и в ОБС. В таком случае, как наушники для стримера, они подходят. Но у этих наушников есть второй минус. Если вы очень громко слушаете музыку, на очень высоких параметрах громкости играете, микрофон без шумоподавлений, без гейтов слышит то, что происходит у вас в наушниках. Но опять же, если вы находитесь... Если настройки громкости ваших наушников на высоком уровне. Если вы понизите частоту и чувствительность микрофона, во-первых. Сейчас это, кстати, не максимальная чувствительность, выставленная непосредственно звучкой. Это примерно 60%. Его можно задрать выше, но в таком случае уже будут прям конкретные перегрузки. Соответственно, опять же, голос у всех разный. Кому-то чувствительность нужна больше, кому-то меньше. Я чувствительность буду уменьшать, потому что лично для меня, ну, вы сами видите, иногда это прям проваливается в перегруз. И это плохо. Настройка дополнительными фильтрами, эквалайзерами в том же самом ОБС позволит избавиться от каких-либо проблем. При этом я подключил эти же наушники к телефону, дабы послушать музыку. То есть, отсоединив от звуковой карты и подключив непосредственно через джек просто к телефону. Отличнейший звук. Их можно использовать как наушники для прослушивания музыки. Выглядит это, конечно, немножко странновато. Плюс у вас есть микрофон. Сами по себе наушники такие прям массивные. Ну, может быть, дома в какой-то обстановке можно использовать. Куда-то в них выдвигаться, ну, немножко сомнительно. Я думаю, вы сами с этим согласитесь. Ну, и, ребят, все это время, еще раз напоминаю, не было никаких фильтров. Не было ничего активировано. Это стандартный звук микрофона. Соответственно, возможности для того, чтобы улучшить этот звук различными фильтрами, есть. Я, естественно, этим вопросом, наверное, займусь, если звук меня не будет устраивать. Но, в целом, я слышал тот звук, который дает данный микрофон. И у меня к нему нет абсолютно никаких вопросов. Возможно, хочется немножко пожирнее звук. Вот прям самую-самую малость. Но это, опять же, можно подлечить настройками. Да, для этого потребуется сторонний софт. Безусловно. Но в данной ситуации, опять же, как для меня, как для стримера, это не является прям какой-то колоссальной проблемой. Я с этим сталкивался, и настройка звука для меня не является проблемой. А для зрителя хороший звук это еще и дополнительный бонус. Спасибо, BM700, за то, что ты служил мне верой и правдой на протяжении нескольких лет. Этот пантограф, этот микрофон и, в принципе, фантомное питание уходят в запас на черный день. На случай, если с этими наушниками, с этим микрофоном что-то случится. Относительно обзора, ребят, я постарался быть максимально прозрачным. Показать все, что мог показать. И, возможно, даже то, что не мог, но у меня получилось. Поэтому, я думаю, этот ролик заслужит отдельного лайка. Плюс ко всему, это единственный русскоязычный обзор этих наушников на YouTube. Я буду дополнительно рад, если вы поддержите мне лайком и подпишитесь на канал. На этом, ребята, у меня все. Вам оценивать, вам судить. Нравятся вам эти наушники или нет по качеству микрофона. Единственное, что я могу сказать. По качеству звука. Поверьте мне, они неплохие и для игр, и для просмотра фильмов, и для прослушивания музыки. Возможно, не идеальны, но реально хороши. И свои 3200 рублей, я считаю, они стоят. Ссылочку на эти наушники я обязательно оставлю в описании под этим видео. Кто хочет, приобретайте. Ну и привет вам из 11.11. Собственно, сегодня все люди покупают наушники и другие товары на Алиэкспресс в честь дня распродажи Черной Пятницы. Я 11.11 делаю обзор. Спасибо, что вы посмотрели. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok